друзья в этой части выпуска я предлагаю поговорить о том как шор применяет новую схему так называемая схема волонтерства волонтерские контракты и почему нужна эта схема и как она помогает шору скажем так ввозить в страну нелегальные деньги или использовать деньги из-за рубежа нелегальные деньги для финансирования своей политической деятельности об этом я предлагаю поговорить с нашим частым частым гостем экспертом вопросах безопасности андрей курорару из сообщества watchdog андрей приветствую вас здравствуйте ну вот недавно была новость мы у нас на сайте тоже ее дали по моему по материалам сайта диски dmd о том что какие-то волонтерские контракты и волонтерские контракты предусматривают какие-то баснословные суммы не волонтерские суммы для оплаты труда этим людям которые заключают волонтерские контракты силаном шором давайте поговорим об этом ну и попытаемся каким-то образом спрогнозировать если это возможно возможное поведение шора и левых сил на предстоящих президентских выборах и на предстоящем рефрендуме давайте начнем с этих волонтерских контрактов тут очень интересная схема очень похоже на то как идет процесс рекрутинга в экстремистские организации людей не заставляют но им предлагают подписывать какие-то контракты на очень хорошие суммы потом мы понимаем что многие из этих людей потом отвозится на разные мероприятия в москву и не только там им предлагаются разные нарративы связанные с историей вот мониторили недавно то что у нас очень активно всех активистов у левых в москву как-то свозят они там становятся как-то носителями эти этой идеологии в то же время понимаю что вот эти суммы которые они получают в данным контрактом они не могут получить по своей специальности работая в легальном секторе где-то в этом смысле очень интересно что эти люди становятся зависимыми в случае дестабилизации случае протестов их очень просто потом радикализировать для того чтобы они потому что не понимают что вне этой схемы содействия шору они не совсем интересны кому-то там как какому-то законному работодателю почему волонтерские контракты тут несколько аспектов во первых что давайте давайте я уточню вопрос какие задачи этот волонтерский контракт решает из тех которые шор не может ну скажем так решить действуя также скрыто скажем нет не показывая не афишируя каким-то образом подпольно завозят деньги или выводя людей в москву там раздаваем деньги какие ну с юридической точки зрения он решает задачи и с практической точки зрения если вы могли вот это вот разъяснить с юридической точки зрения то интересно использовать эти контракты потому что хотя бы формально они могут сказать что это не заработок а компенсация каких-то затрат то есть не надо платить какие-то налоги мы знаем что шор очень экономный человек плюс есть тот принцип который очень часто путин на использует повязать всех то есть если тебя уже есть подписанный контракт и так далее ты не можешь потом сказать ну я вот пошел на пару протестов и все тебя есть юридические отношения с этой организации евразийской у тебя есть какие-то обязанности которые очень размыто прописаны так чтобы можно было делать все что угодно хотя понятно что они будут делать там прописано что они будут помогать социальным проектом а социальные проекты шора это как правило такая электоральная коррупция которого он активно используют и в гагаузи и вне и и почему есть эти контракты по моему это тоже такой пиар ход хороший потому что если человек увидит что у него есть возможность там получать 2000 долларов в месяц он наоборот захочет вот пойти на эти пункты куда они записываются начинать может с меньших каких-то зарплат и повышать свой ранг внутри вот этой неправительственной организации контроль за неправительственными организациями намного ниже чем за политическими партиями тут тоже вот интересная функция потому что если у тебя этот же активист бы работал в политической партии потом надо объяснить откуда ты взял эти деньги как которые ты потратил на его зарплату и так далее а в неправительственной организации это будут какие-то там нетранспарентные гранты пока наши налоговые службы до них дойдут возможно эту организацию ликвидируют и начнут работу другую не надо забывать например что в той же грузии работает центр так называемый антикризисный наш который вот на днях говорил о том что не тысячу тонн социальной помощи распределили жителям гагаузи вот не интересно откуда эти эта помощь идет как она прошла границу республики молдова оплатились ли какие-то таможенные пошлины или нет но тут очень много схем которые создают логистику для коррупционных схем в на следующих выборах а также логистику для потенциальных протестных действий потому что например у того же центра наш есть так называемая социальные транспортные службы которые имеют возможность вот этих же людей этих же волонтеров потом свести в кишинев у другого нпо есть например те же волонтера у третьего возможно появится не знаю там мегафоны палатки и так далее почему распределено чтобы если например закрывалась одна из этих организаций или зимались какие-то материалы документы техника чтобы не попадали все под одну метлу и чтобы была возможность опять же не транспарентно как как-то эти активы из одного он полу другой передавать то есть правильно я понимаю что поскольку закон о политических партиях и избирательный кодекс очень жестко регламентирует вопрос финансирования политической деятельности они нашли лазейку в законе некоммерческих организаций и практически все пророссийские политики начиная от ирины влахи заканчивая тем же шором пытаются таким то образом применить у разного получается по-разному зависимости от того сколько денег у кого есть ну я очевидно у шора денег побольше и он деньги которые в случае с политической законно политических партиях признавались бы нелегальными может спокойно использовать по закону о неправительных некоммерческих организациях правильно я понимаю но это давно тестируется мы видели например что даже 9 мая все говорили от не наша партия организует марш в центр кишинева это не правительственная организация господина петрович организует а также если посмотреть опять же на тот список людей которые пришли на празднование дня россии там больше было представителей неправительственных организаций разных союзов ветеранов и так далее которые опять же используются для таких же схем не надо забывать что у нас есть еще так называемый культурный центр россии которые в свое время тоже раздавал какие-то гранты непонятным организациям через рост сотрудничества правда да да это дает такую более или менее 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 легальную легитимную связь с российской федерации потому что если партия не может быть спонсирована из нету неправительственная организация легко может быть спонсирована извне и любая лазейка которая существует для республики молдова будет использоваться например есть такая неправительственная организация которая используется для лобби в европейском союзе например проплаченные какие-то статьи в юроктив говорящие о том что республики молдова все очень плохо с юстицией под подписью например бывшего суде и спача откуда билоскопа имеете да или кого-нибудь его организация самое интересное что она зарегистрирована в канаде но надеюсь больше в республике молдова и проплачивает в брюсселе статьи против республики молдова такой европейс да как бы для кто который работает на другую сторону ну вот то так и вот эти используют лазейки используются также мы можем говорить о том что господин платон очень активно используют базу нпо для этих процессов которые он активно хочет делать для пенсионеров мы видим что вот это политическая борьба она уже не обусловлена юридической формы партии по после практики того что партии могут уйти с саттни конституционными либо быть снятыми с выборов многие политики или скажем так люди которые хотят влиять на политику начали создавать эти нпо как-то такие запасные базы для того чтобы например вот сохранить вот тех же волонтеров или какую-то экономическую базу если например партию ликвидируют или что такое хорошо что делать в этом случае ужесточать закон о некоммерческих организациях как бы но это в этом случае это толкает республику молдова в ту же ну кто-то может сказать что вот в россии принимают закон об иностранных агентах да и они в принципе защищают свою свой режим анти демократический режим до имеется в в россии да вот воздействие деятельности внутри этого режима сил которые продвигают определенные демократические преобразования здесь получается мы взяли курс на демократизацию страны но получается что скажем так не другие нашей страны и не другие демократии используют эти механизмы для подрыва самой демократии что в принципе было всегда как в этом случае быть ужесточать или искать какие-то другие методы я думаю самое простое что может правительство сделать это создать юридический режим где люди которые под европейскими санкциями или под международными вообще санкциями не могут финансировать неправительственные организации в республике молдова и когда есть финансирование любого нпо главное что должно быть это транспарентность например у нас на сайте очень транспарентно показано откуда берутся деньги более того когда мы что-то организуем или опубликуем как правило там опять же есть плашка где мы говорим о том откуда берутся деньги какой-то проекты и так далее самое интересное что вот все эти мифы ассо россии так далее они используются как с знаком минус а вот здесь он по которая связана с правительством российской федерации мы видели представители данного и вразия на разных публичных раутах с представителями правительства россии это пропагандисты видят как норму и как то что республика молдова наоборот должна поддерживать такие неправительственные организации в теории они называются правительственные неправительственные организации это так называемый гонг их очень часто используют автокритические режимы для продвижения кто в данном случае гонг это правительство и неправительство организации я понимаю кто как то кто гонг нет ну гонг это говермент был ну да да говермента энджио да созданы или работающие почему называется гонг потому что он дает такой звук что вот у нас есть гражданское общество не нужны нам ваши неправительственные организации у нас есть свои использование их за рубежом это классические вид скажем так софт пауэр который используют но многие автокритические страны мы знаем про институты конфуция например который использует китай который во многих странах запрещены потому что они используются и для того чтобы рекрутировать например агентуру для китайской разведки и вот тоже сотрудничество которое опять же мягко но влияет на политику в разных странах особенно в снг надо понимать что все неправительственные организации в республике молдова могут быть особенно более публичные могут быть использованы как агенты для адвокаси или для для лобби то есть для того чтобы сделать более приемлемыми какие-то позиции в этом смысле нам нам нужно сделать так чтобы вот те же подсанкционные беглые олигархи чтобы правительство разных стран которые например по стратегии безопасности являются глав главными если не оппонентами то рисками для нашей национальной безопасности не смогли через нпо влиять на политические процессы внутри республики молдова особенно это связано с тем что мы знаем что господин шор говорил о том что он хочет чтобы 50 тысяч амбассадоров и евразийство при приехали в республику молдова вот такие волонтерские контракты такие первые ростки вот этого процесса в котором либо граждане российской федерации либо наша диаспора которая по последним подсчетом было около 76 тысяч оставалась в россии смогут быть до это последние данные которые мы видели публично опять же от государственных институтов россии от 120 уменьшилось до 76 50 тысяч это большая вот часть вот этих людей но опять же я не исключаю что для него этими амбассадорами станут идти 25 тысяч людей которые должны получить эту эти коррупционные деньги из российской федерации плюс еще одна часть будет варгейм мы понимаем что вот эту сдув 100 долларов он хочет организовать и там хотя вот мы все больше слышим про то что технически уже не так легко передать даже эти деньги обратно в россию то есть из россии сюда нет есть какие-то мы говорили с представителями правительства есть уже какие-то механизмы для того чтобы даже если у тебя есть вот эта карта карта мир в республике молдова ты не мог перевести деньги обратно в россию то есть чтобы лимитировать эту этот функционал на мобильных телефонах разъясните за какой смысл приводить их обратно в россию но самое простое как ты можешь использовать данную карту это перевести например родственникам в россии чтобы они там использовали для покупок и так далее то есть для этого не нужна карта мир ты получается скачиваешь приложение промсвязь банка у тебя интернет-банкинг ты с одного счета но как у нас меда с одного счета перекидываешь на другой счет то что говорят представители правительства что вот это будет невозможно даже при использовании vpn то есть будет лимитирована вообще любая транзакция которая будет приходить из из молдовы из телефона ассоциировано с молдавским номером насколько это будет действовать мы должны еще увидеть они надо над этим работают то что в принципе в одни словами они пытаются ограничить доступ к приложению промсвязь банка и то есть в принципе приложение у тебя может быть но ты не сможешь им действенно пользоваться ну да сейчас схема которую мы мы понимаем и есть на схема которая действует через родственников или знакомых в россии грубо говоря у кого-то есть счет в т.б. 24 у этих шаровских получателей этой стипендии или скажем так стипендиатов шарта шара если можно так сказать у них счета в промсвязь банки и они с промсвязь банка перено переводят допустим на счет в т.б. родственник снимает и переслать через золотую корону это так как действует схема сейчас я не исключаю что это еще второй второй этап если это будет не эффективно будет связано с приднестровьем опять же те же автобусы которые есть например на территории гагаузии не только будут сделать такие продовольственные туры в приднестровью там оплачивать данными картами и помогать и экономике данного региона которая не в самом лучшем состоянии надо на данный момент но несмотря на этом как мы видим приднестровье особо не хочет в эту схему каким-то образом влезать ну понятно что приднестровье взяла более прагматичную позицию и говорит о том что внедряться вот в эти схемы ты себя дороже особенно имея ввиду что и так республика молдова идет на то чтобы легализировать бизнес гидрать его в белый бизнес хотя бы поэтапно для того чтобы идти к европейской интеграции они надо еще забывать о том что в первые месяцы 2024 года 80 процентов уже экспорта из приднестровского региона ушли евросоюз их интеграция даже выше чем с экономическая да экономическая даже выше чем на правом переговоре господин курару я благодарю вас что нашли время пришли к нам в эфир прокомментировать ситуацию будем рады видеть вас еще спасибо большое спасибо вам